Итак, продолжим наше знакомство с ферментами. Тот факт, что природе удалось создать методы синтеза длинных цепочек аминокислот, которые сами способны сворачиваться в очень разные структуры и образовывать сложные трехмерные конструкции, который оказался очень важным для того, для вообще возникновения жизни и для создания живых существ. И ключевое здесь то, что эти конструкции, многие из этих конструкций являются катализаторами, которые могут очень сильно ускорять реакции. Но если взглянуть на то, как выглядит клетка, то в ней одновременно происходят тысячи разных реакций. И каждая из этих реакций катализируется своим ферментом. Но может ли такая каша вообще работать? Может ли функционировать как-то осмысленно, выполняя какие-то задачи, какие-то функции? Это реактор, в котором происходят одновременно тысячи разных процессов, которые, безусловно, как-то могут влиять друг на друга. Одни меняют pH, другие идут с выделением тепла, третьи связываются с другими белками. И как в этом хаосе вообще может быть какая-то нормальная функция, отчетливо выполняемая, а не просто случайная акаша процессов, если нет никакой координации работы этих систем? Очевидно, что такая координация должна быть. И поэтому вопрос о том, как регулируется работа ферментов, является исключительно важным. И по словам регулируется, я понимаю множество разных задач. Первая задача – это просто включение-выключение. Фермент можно заингибировать, то есть сделать его менее активным, может быть, градуально, может быть, полностью надо выключить в каких-то ситуациях. Это будет зависеть от задачи. А может быть, наоборот, нужно сначала иметь какую-то маленькую активность, а потом ее увеличить. Ну, в общем, нужны регуляторы. Мы начнем с простейших регуляторов, которые могут либо уменьшать скорость ферментативной реакции, это ингибиторы, либо ее увеличивать, это активаторы. Далеко не все сводится только к этим двум типам действий. Есть еще множество других задач, которые можно решать с помощью ферментов. Но я не буду сейчас на этом останавливаться. Хотя, впрочем, может быть, упомянуть надо. Ну, кажется, что чего еще, либо активируем, либо ингибируем. Но нет, есть еще такая задача, как кинетика. Мы с вами рассмотрели простейшую ферментативную реакцию, точнее схему ферментативной реакции, и получили, что она выглядит довольно тривиально. У нее гиперболическая зависимость от концентрации субстрата, есть насыщение, максимальная скорость, и есть начальная скорость, с которой все начинается. Это далеко не всегда годится для разных внутриклеточных процессов. Иногда нужна более сложная кинетика. Так, чтобы фермент сам либо активировал себя, либо ингибировал себя. То есть зависимость скорости фермента от концентрации субстрата может быть разной. Гораздо более сложной, чем Михайлисовская. Оказывается, это тоже можно делать с помощью тех же механизмов, по которым работают ингибиторы и активаторы. Только в роли этих самых ингибиторов-акциаторов будут выступать, собственно, элементы реакции. Либо субстраты, либо продукты, либо какие-то промежуточные вещества. Это резко расширяет спектр возможных кинетических зависимостей ферментативных реакций. Другой пример. Значит, мы знаем, что ферменты не нарушают термодинамику. То есть все реакции происходят в соответствии с термодинамическим равновесием. То есть реакции идут в ту сторону, в которую понижается энергия. Возрастает энтропия. Спрашивается, а все ли реакции в организме такие, что идут всегда в сторону понижения энергии. Да ничего подобного. Наоборот, как мы с вами отмечали, в самом начале жизнь возникла только потому, что возможно метастабильное состояние. То есть состояние или молекулы, которые в принципе неустойчивы, которые термодинамически неравновесны, далеки от равновесия, но существуют какое-то время благодаря энергетическим барьерам. Извините. Спасибо. 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 Так, извините. Продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как я уже сказал, большинство молекул, из которых состоят живые организмы, они термодинамически невыгодны. И для того, чтобы их создать, нужна энергия. Мы вообще знаем, что вся жизнь существует только благодаря протоку вещества и энергии через организмы. Ну, допустим, что энергия у нас есть. Вот солнышко светит, энергия на Землю поступает, она может поглощаться какими-то молекулами. Эти молекулы могут в ответ на это испытывать какие-то превращения. Но вообще говоря, это слишком маленький спектр возможностей, которые можно делать только с помощью света. Большинство реакций в нашем организме происходит без всякого света за счет энергии, которая существует в виде других молекул. Может быть, сначала синтезированных с помощью света. А как передать энергию, которая есть в одной молекуле, для проведения реакции в другой молекуле? Ведь если какая-то молекула распадается, например, с выделением энергии, то в этот момент энергия выделяется в виде тепла, в виде кинетического движения продуктов реакции. Как ее использовать для того, чтобы это в тепло не превратилось, а превратилось в синтез какой-то другой молекулы? И эта энергия пошла на какие-то полезные нужды. Каков механизм этого может быть? И если известны какие-то механизмы, как это может происходить, то, наверное, есть и какие-то термодинамические ограничения. Должен быть какой-то КПД полезного действия такого сорта преобразователей. И это все тоже, оказывается, можно делать с помощью ферментов. И вот это вот удивительное богатство возможностей, которое открывает такая простая, наверное, длинная полипептидная цепочка. Нам нужно понимать все аспекты этого дела для того, чтобы мы могли дальше двигаться в сторону понимания того, как вообще клетка работает. Итак, сначала простейшие ингибиторы и активаторы. Значит, ну, если мы возьмем ферментативную, кинетику ферментативной реакции, которую мы рассматривали в прошлый раз, обычная Михайлесовская кривая, вот она здесь называется, исходная кинетика, то как можно себе представить, что может произойти, если присутствует какое-то вещество, которое мешает этой реакции? Ну, тут нарисовано три разных варианта. Первый вариант, который называется почему-то конкурентный ингибитор, мы с вами рассмотрим почему, он уменьшает начальную скорость реакции или начальную скорость реакции при низких концентрациях субстрата, но с ростом концентрации субстрата реакция в конце концов приходит в то же предельное состояние, и максимальная скорость реакции оказывается не зависящая от этого ингибитора. А другой ингибитор, который называется неконкурентным, он наоборот, он уменьшает максимальную скорость реакции и при этом, по-видимому, не очень меняет константы, характеризующие начальную участку. Как мы знаем, реакция характеризуется, такая реакция характеризуется всего двумя параметрами, ну, как вообще всякая гипербола. Один из них, максимальная скорость реакции, это то, что достигается при очень больших концентрациях субстрата, а другой – это та концентрация субстрата, при которой скорость реакции достигает половинки. Это так называемая константа Михаэльса. Мы с вами это все смотрели. Ну и, значит, соответственно, конкурентный ингибитор меняет константу Михаэльса и не меняет максимальную скорость, а неконкурентный ингибитор наоборот. Не меняет константу Михаэльса, меняет максимальную скорость. Ну, понятное дело, что, в общем-то, никто не сказал, что все должно так чисто делиться. Наверное, может быть, ингибитор тоже меняет и то, и другое. Вот он внизу тут и нарисован. Терминология здесь, как всякая биологическая терминология, довольно дурацкая. Она является следствием истории, а не логики. Ну, какая есть. Чем отличается неконкурентный ингибитор от бесконкурентного? Я, честно говоря, на уровне уравнений понимаю, на уровне слов не вижу разницы между этими словами, но как есть. Итак, значит, как представить себе наглядно действия этих ингибиторов? И почему один действует одним способом, другой – другим? Ну, потому что фермент – большая молекула. Как мы с вами выяснили, это довольно большой объект, в котором активный центр, то есть то место, где происходит реакция, занимает довольно мало места. Это как одно очень такое небольшое место. Ингибитор, чтобы повлиять на скорость этой реакции, должен что-то сделать с этим ферментом. Но самое простейшее – это ингибитор чем-то похож на субстрат. Вот это вот верхнеправое состояние. Этот ингибитор залез на место субстрата, и субстрат теперь не может войти на свое место, активный центр займет, и, соответственно, реакция идти не может. Такой ингибитор называется конкурентным, потому что он явно конкурирует за одно и то же место связывания в ферменте, за активный центр. И этот ингибитор, связываясь, как и субстрат, может связаться, а может отвязаться, отсоединиться. Потому что все такого сорта реакции, в общем, как правило, обратимы за редкими исключениями, о которых мы отдельно поговорим. А значит, что реакция может идти в ту и другую сторону. И уменьшение скорости реакции будет определяться константами связывания и концентрациями этих веществ. То есть, чем больше будет одного из них, тем больше будет вклад этого вещества в скорость реакции. Чем больше ингибитора, тем меньше скорость. И наоборот, чем больше субстрата, тем больше скорость. Потому что он, ну, как только фермент освободился, так происходит связывание либо субстрата, либо ингибитора. И если субстрата намного больше, чем ингибитора, то вероятность связаться с субстратом тоже будет намного больше. И поэтому при очень больших концентрациях субстрата скорость реакции перестает зависеть от ингибитора. Она становится максимально возможной, потому что ингибитор не успевает связаться с субстратом. И это кинетика, которую мы с вами только что посмотрели. Сейчас мы посмотрим схемы реакции и еще чуть-чуть поговорим об этом. Но не обязательно, чтобы ингибитор садился прямо в активный центр. Он может, ну, например, мешать связыванию. Вот как нижняя левая картинка, ингибитор сел где-то рядом, и связывание субстрата с ферментом затруднилось. Это приведет к тому, что изменится константная максимальная скорость реакции. Но вообще говоря, теоретически считается, что при этом может быть константа Михайлеса при этом останется постоянной. Это по таким схематическим картинкам трудно сказать что-нибудь определенное, больше, скорее, трюк. Но можно себе представить совсем другую схему, нарисованную внизу справа, когда ингибитор связывается совсем далеко от активного центра. Он никак вообще не похож на субстрат. Он никак не взаимодействует с активным центром. Он связывается где-то вообще совсем далеко. Это не мешает ему оказаться ингибитором, потому что мы знаем, что связывание каких-то легандов даже в одном каком-то месте молекулы может изменить всю конформацию, всю укладку молекулы и, соответственно, изменить, в том числе, и активный центр. И повлиять на скорость реакции в активном центре, уменьшив ее. Такой ингибитор может повлиять на что угодно. И на константы Михайлиса, и на максимальную скорость. Вообще, как угодно изменить киметику этого фермента. И вот это последнее, возможно, как ясно, только для катализаторов биологических, для катализаторов, состоящих из больших белковых молекул. В химии конкурентное ингибирование достаточно хорошо известно, и это простая понятная вещь. Она также точно работает и в ферментах. А вот это бесконкурентное ингибирование, оно возможно только в биологических системах, только для ферментативных катализаторов, для белковых катализаторов. Ну, посмотрим чуть подробнее на схемы этого дела. Вот что такое конкурентное ингибирование с точки зрения формальной кинетики или ферментативной кинетики. Это та же реакция Михайлиса. Она вот нарисована в виде строчки сверху. Фермент взаимодействует с субстратом, дает фермент-субстратный комплекс. Это реакция обратимая, конечно же. Она здесь просто не нарисована. И этот продукт, фермент-субстратный комплекс, выдает продукт. Но к этому надо добавить еще реакцию фермента с ингибитором. Поскольку ингибитор конкурентный, он может связываться только со свободным ферментом и не взаимодействует с фермент-субстратным комплексом. И это приводит к тому, что возникает фермент-ингибиторный комплекс. Он обратим, но тем не менее он уменьшает общее количество фермента. И в принципе ингибитор может быть замещен на субстрат, как тут показано. Система может перейти в активное состояние. И схема, которая здесь нарисована, легко анализируется так же, как и реакция Михайлиса, как схема Михайлиса, как мы с вами писали уравнение. Я здесь уравнение писать не буду. Я просто покажу, как выглядят результаты этого действия. Вот здесь проведен расчет для разных концентраций ингибитора. мы видим, концентрация ингибитора характеризуется некой константой, которая называется константой ингибирования. Эта константа ингибирования тоже измеряется в молях или микромолях. И она имеет тот же смысл, что константа Михайлиса. То есть она показывает, при какой концентрации ингибитора скорость реакции уменьшается вдвое. Вот здесь показаны разные варианты разной концентрации ингибитора по отношению к концентрации X, константы ингибирования. И видно, как кривая спускается все ниже и ниже. Если перейти к графику в координатах Ланювер-Берка, которые мы с вами рассматривали раньше, это обратные координаты. Они позволяют превратить гиперболу в линейную зависимость. То мы видим, что конкурентный ингибитор не меняет форму зависимости. Она как была линейной, так линейной и остается. Но в присутствии ингибитора наклон этой кривой увеличивается. Она проходит через ту же точку на оси Y, то есть максимальная скорость остается той же. Но константа Михаэлеса меняется. Она увеличивается. Это означает, что оси X мы пересекаем ближе к нулю. Если неконкурентный ингибитор, это ингибитор, который может связываться как со свободным ферментом, так и с фермент-субстратным комплексом. Но продукт при этом не выделяется. Схема получается вот такой вот. И это приводит к тому, что у нас картинка изменяется следующим образом. Сменяется максимальная скорость реакции. Она становится все меньше, меньше и меньше с увеличением концентрации ингибитора. А в гранографике Лойны Вероберка эта кривая идет... То есть этот график продолжает оставаться линейным. Этот ингибитор не меняет форму в зависимости. Но теперь эта прямая проходит иначе. Она пересекается с прямой, соответствующей отсутствию ингибитора в точке на оси Х. То есть константа Михайлеса остается постоянной, а изменяется максимальная скорость. Она уменьшается, поскольку координаты обратные, кривая вся идет выше. Ну, такие тривиальные зависимости, которые легко получаются на формулах. Можно вывести соответствующие формулы, построить соответствующие графики. График, который превращает зависимость скорости этой реакции от концентрации субстрата в линейную, он нагляден и очень удобен. И раньше широко использовался для аппроксимации экспериментальных данных, для того, чтобы получить константы реакции. Сегодня это стало гораздо менее актуальным, потому что существующие программы фитинга экспериментальных данных работают, не глядя на то, в каких это все происходит координатах. И в зависимости от того, с какой точностью, какие из величин нам нужно получить, используются разные программы фитинга, и они дают немножко разные результаты. Но, по сути, все это одно и то же. Просто наглядное представление о том, что происходит в этой системе, кинетически, на уровне результатов, просчетов, полезно иметь в голове. ингибитор, который связывается с фермент-субстратным комплексом, не связывается с ферментом. Он здесь называется бесконфорентным ингибитором, но на самом деле это все уже как бы чисто слова, потому что может связываться и так, и сяк, с разными константами, и мы получаем просто общую картинку, в которой в идеальном случае кривая просто смещается, не кривая, а прямая, описывающая зависимость обратной скорости от обратной концентрации субстрата. Но на самом деле может быть как угодно. Красная кривая может идти под любым углом, пересекать ось в любых местах с одной только особенностью. Она всегда идет выше, чем кривая без ингибитора. Ну и понятно, это ингибитор, значит, должен уменьшать скорость. То есть во всех точках единица на В должна быть выше, чем единица для В без ингибитора. Ну, тут такая простая арифметика, которая полезна просто иметь в виду. Каждый из вас может получить эти зависимости, построить эти графики легко в течение там получаса для любой схемы такого сорта. Главное, чтобы у вас образовалась в голове взаимосвязь между молекулярными представлениями о том, как работает тот или иной ингибитор, куда именно он на молекуле садится и как он на нее влияет. Меняет ли он общую конформацию или закрывает активный центр или то и другое. И как это проявляется в кинетике. Ну, приведу некоторые примеры этого. Дело в том, что ингибиторы, ну, скажем, примерно 60 или 70 процентов всех существующих лекарств, вся аптека, которой мы пользуемся, и мы, врачи, кто угодно, она представляет из себя те или иные ингибиторы разных ферментов, разных ферментативных реакций. И вот один из них, очень известный ингибитор, он называется метатриксат, используется очень широко в клинической практике для лечения суставов, для множества разных болезней. И мы можем видеть, что этот ингибитор, конечно же, конкурентный. Смотрите, он настолько похож на реальную молекулу, которая в организме работает, что даже трудно с первого взгляда сказать, в чем различие. Различие в том, что, значит, пара групп в этой молекуле несколько изменена. Вместо NH-группы в середине сделана NH3-группа. То есть навешана NH3-группа. Эта область стала немножко более гидрофобной. И вместо кислорода левее сделана аминогруппа. изменила немножко заряд, изменила гидрофобность молекулы. И эта молекула похожа на дигидрофалат, нормальный метаболит наших внутриклеточных процессов. И мы еще будем говорить об этой молекуле, о тех процессах, в которых она участвует. И увидим, почему этот ингибитор, именно этот ингибитор оказался таким важным и удобным отлично работающим при многих болезнях, в том числе при онкологических. Вот. А на самом деле это как бы тот же самый субстрат, только чуть-чуть модифицированный. Эти модификации привели к тому, что фермент связывается с этой молекулой очень хорошо, но не может ее расщепить. Не может ее трансформировать так, как он должен был бы это сделать. Ну, и это выполняется для очень многих. Очень многие лекарства являются конкурентными ингибиторами. И очень похожи на вещества, которые являются нормальными субстратами этих реакций. Ну, и это понятно, почему. это самая простая вещь. Если исследователи, изучая какой-то патологический процесс, приходят к выводу, что какой-то фермент работает слишком активно или работает тогда, когда не должен работать, они начинают искать его ингибиторы, и в данном случае, когда речь идет о конкурентных ингибиторах, у них в руках полно подсказок. Они видят структуру субстрата, они знают, что эта структура очень хорошо связывается в активном центре. Сегодня мы даже практически для всех ферментов имеем трехмерные структуры и видим точно, как она куда садится и как связывается. И отсюда очень легко прийти к тому, что придумать, как изменить эту молекулу, куда посадить какую-то лишнюю группу, куда, где изменить заряд, где еще что-то сделать с этой молекулой, для того, чтобы она из субстрата получить ингибитор. То есть конкурентные ингибиторы получать легче всего, но далеко не всегда они хороши. Хотя я повторяюсь, многие лекарства являются конкурентными ингибиторами ферментов. И осталось рассмотреть пример, но я не привел примеры неконкурентных или бесконкурентных ингибиторов. Там вы понимаете, что между структурами субстрата и продукта и самим ингибитором вообще нет ничего общего. Это могут быть любые молекулы, и в том числе это могут быть большие молекулы, это могут быть белковые молекулы, могут быть ингибиторы белкового типа. Есть специальный класс ингибиторов, которые называются серпинами. Они ингибируют ферменты многочисленные, разнообразные ферменты катализирующие протеолитические реакции, реакции, разрушающие пептидные связи. Эти ингибиторы сделаны природой специально. Это пептидные молекулы, довольно большие пептиды, и механизм их действия очень интересный. Это, как правило, конкурентные ингибиторы. Они эти серпины садятся в активный центр молекул. И при этом, что интересно, они подвержены протеолизу. То есть, они разрушаются, при этом фермент разрушает пептидную связь, и эта молекула ингибитора превращается в другую молекулу. Одна часть отщепляется и уходит, а вторая продолжает оставаться в активном центре, как бы оставаясь связанной с ферментом. То есть, реакция проходит как бы наполовину. И от соединения второй половинки происходит в течение нескольких дней. Это механизм, который, по-видимому, природа придумывала специально для того, чтобы сделать очень мощное ингибирование надолго, на несколько дней выключить фермент. И вот для этого используются реакции, в которых участвует ингибитор. При этом этот ингибитор как бы суицидальный, то есть, он самоубийца, он, связываясь с ферментом, гибнет и разрушается. Тем не менее, это вполне эффективный способ управления активностью фермента. Ну вот продолжение этой линии нужно сказать о необратимых ингибиторах, об ингибиторах, которые связываются в активном центре, в этом смысле они немножко похожи на субстрат, но связываясь в активном центре, они вступают в реакцию с какой-то группой в активном центре и при этом образуют ковалентную связь. После этого фермент этот уже никогда не будет работать. Он убит насмерть. Такой ингибитор нельзя называть необратимым, не необратим конкурентным, извините, необратимым конкурентным, не бесконкурентным это просто полная инактивация фермента. Это необратимые ингибиторы и их тоже много разных придумано, но я хочу привести в качестве примера одну группу соединений, которая очень знаменита. это вещества, которые являются боевыми отравляющими веществами. Вот зарин это газ, который в Первую мировую войну активно использовался и действие его совершенно губительное, настолько сильно, что после Первой мировой войны человечество коллективно договорилось не использовать химически отравляющие вещества для проведения боевых действий. Ну, понятное дело, что не все государства джентльмены и не все соблюдают эти правила. Последние, кто использовал химически отравляющие вещества, это было правительство Сирийское до этого в Ираке тоже использовались, но все-таки это настолько страшное оружие, что используется оно очень мало. И все страны стараются избегать этого. А в чем фокус? Вот зарин и похожие на него вещества являются нервными, нервно-паралитическими газами. Они взаимодействуют с ферментом, который называется ацетилхолиностераза. Это вещество, которое работает в синапсах нервной системы. И без него нервная система перестает работать. И этот газ, маленькая молекула, легко очень проникающая в наш организм, во все его закоулки, попадает в синапсы нервной системы и напрочь их убивает, потому что ацетилхолиностераза уже назад невосстановима. Ну, а времени на то, чтобы убрать испорченную холиностеразу и заменить ее на свежую, у организма, как правило, нет. Поэтому это смертельный яд. помимо того, что активность ферментов можно менять вот таким разнообразным образом, как мы с вами сейчас рассмотрели с помощью малых молекул и немалых молекул, больших молекул, есть еще реакции, которые происходят с ферментами сознательно в организме, наш собственный организм делает эти самые реакции. Но в отличие от нервно-паралитических газов, эти модификации белков, они направлены на создание большего разнообразия ферментов. Они меняют свойства ферментов, позволяя либо ими управлять, либо создавать новые ферменты, которые до того не существовали. Либо выполнять еще какие-то полезные для организма функции. Это так называемые посттрансляционные модификации белков. Все они означают химическую модификацию, так же, как с зарином. Но только эта химическая модификация чаще всего все-таки происходит не в активном центре, а где-то в другой части молекулы меняет ее конформацию и меняет ее активность. Вот давайте посмотрим на эту схемку, на которой нарисованы не все, но почти все сегодня известные методы природной модификации белков. Вот наверху нарисована рибосома, с нее сползает новая молекула белка, вот она в центре, в кружочке, и что можно сделать с этой новой молекулой? Есть огромный класс белков, которые могут к этой молекуле приделать фосфат в каком-то определенном месте, какую-то одну из аминокислот этой цепочки фосфорилировать, используя молекулу АТЭП как субстрат, и появление фосфата на этой структуре естественно меняет активность этого белка. Иногда бывает, что это активационное фосфорилирование, то есть белок после присоединения фосфата становится активным, а до этого был неактивен, получается, что это вовсе даже активатор, а не ингибитор. но это на самом деле просто модификация белка, нельзя назвать фосфат активатор. Это новая молекула, ее новые свойства. Частенько с помощью фосфата выключают активность фермента, он становится ингибитором, он становится неактивным и не проводит ту реакцию, для которой сделан. есть ферменты, которые назад могут отщепить этот фосфат, они называются фосфатазы, и комбинация ферментов фосфорилирующих, которые называются протеинкиназа, с ферментами, которые назад отщепляют фосфат, позволяет устраивать довольно гибкую регуляцию в клетке, включение-выключение тех или иных ферментов. Мы об этом будем еще много подробно говорить, поэтому пока ограничимся этим. Нужно просто иметь в виду, что это не какой-то один фермент, который фосфорилирует любые белки где угодно, наоборот. Это семейство ферментов протеинкиназ, оно сугубо специализированное, эти протеинкиназы фосфорилируют только определенные белки и только в очень определенном месте, в точности одну единственную аминокислоту, для которой белок создан. И в силу этого получается, что если мы хотим иметь множество таких регуляторов, нам нужно много протеинкиназ. И действительно, количество протеинкиназ оказывается сравнимо с общим количеством белков в клетке. Ну, например, у простейших дрожжей, у эшерихи и коли примерно 6000 белков в клетке, из них 2000 белков являются протеинкиназом. Такая вот удивительная пропорция. Ну, что еще может быть с ферментом? Фермент может быть гликозилирован. К нему может быть присоединен остаток сахара к какой-нибудь цепочке, к какому-нибудь определенной аминокислоте. И это присоединенный сахар, он обычно не один. Синтезируется целая цепочка полисахаридная. Она может быть даже разветвленной и довольно сложно устроенной. Обычно это используется для модификации белков, встроенных в мембрану и находящихся на внеклеточной поверхности. Фосфорилирование белков этих улучшает их растворимость. Мы знаем, что сахар очень хорошо растворяется в воде. и вот эти гликозильные остатки на поверхности белков тоже делают эти белки и клетки вместе с ними на поверхности которых они находятся лучше, более стабильными в водной среде. Следующий тип, если двигаться по часовой стрелке, это убиквитинирование. Это вообще сложная реакция, потому что в ходе этой реакции к белку присоединяется белок убиквитин. Это маленький белочек, он даже название такое имеет убиквитин, в переводе на русский вездесущий. Этот белочек как бы есть везде, повсюду, во всех клетках и как угодно, и этот небольшой белочек может присоединяться к молекуле белка и тоже может быть цепочка убиквитинирования к одному пришитому убиквитину присоединяются второй, третий, четвертый, образуется длинная цепочка убиквитинов. И такая модификация белков, она нужна для того, чтобы необратимо уничтожить этот белок. То есть эта реакция используется клеткой для того, чтобы пометить те белки, которые нужно разрушить. И есть соответствующая машинка, мы о ней будем еще говорить, которая называется протеосома, которая разрушает белки избирательно, помеченные убиквитином, и разрушает она их полностью необратимо, разрушая, но разрезая на отдельные аминокислоты и коротенькие пептиды. Следующий тип модификации это сумоирование. Сумо или сумо, не знаю, как правильно проводится, произносится. Это тоже маленькая молекула типа убиквитина, и она тоже, ну, немножко отличается от убиквитина, но тоже метит молекулы белков и тоже используется для модификации либо уничтожения белка, либо использования каким-то другим образом. Следующая стрелка говорит нам о совсем других модификациях, о образовании десульфидных связей. В молекулах белков одна из аминокислот, которая образует полипептидную цепочку, это цистеин, это молекула, аминокислота, в остатке которой на конце находится СН-группа. СН-группа довольно реактивная группа, она довольно легко вступает в реакции себе подобными, и две СН-группы могут образовать мостик, СС-мостик, и с помощью этого мостика может оказаться связанными между собой две молекулы белка, или чаще какие-то части молекулы белка, которые в полипептидной цепочке находятся далеко друг от друга, но при взаимодействии, при третичной укладке, когда формируется третичная структура белка, или даже четвертичная из разных цепочек, из разных субъединиц, эти две аминокислоты СН-группами оказываются рядом друг с другом, и происходит реакция сшивания, образуется ковалентная связь, и это во-первых соединяет разные белковые субъединицы между собой, во-вторых, если требуется очень жесткая молекула, то обычно наличие таких вот десульфидных связей очень сильно помогает стабилизировать третичную структуру, так, чтобы она в общем мало шевелилась. Десульфидные связи это тоже модификация белков, как бы на самом деле почти естественная, то есть то, что уже прямо зашито в код. Дальше идем. Ацетилирование, то есть ацетильная группа может быть присоединена к молекуле белка, но это немножко похоже на гликозилирование, тоже используется для разных клеточных модификаций. Следующий тип модификации белков это липидирование, когда к белку пришивается молекула липида, это, как правило, происходит в мембране, и тем самым этот белок оказывается иммобилизован на клеточной мембране, или какой-то другой мембране клетки. Очень широко распространенная модификация белков это метилирование, так же, как фосфорилирование, вместо того, чтобы присоединить к белку асфатную группировку, можно пришить метильную группировку, CH3 группу. Это меняет свойства белка, метильная группа, если фосфатная группа очень сильно заряженная группа, приносит на молекулу большой заряд, то метильная группа гидрофобна, она наоборот создает некоторую гидрофобную зону на поверхности и тоже очень широко используется для модификации белков. По большей части, как я знаю, метилирование используется в аппарате управляющем ДНК. И метильная группа приделывается к белкам, взаимодействующим управляющим компактизацией ДНК, то есть управляющих тем, ДНК закрыта или открыта, ее можно копировать или нельзя копировать. И вот метильная группа здесь очень активно используется для управления этими процессами. Кроме того, метилирование возможно и самой молекулы ДНК и тоже очень широко используется для того, чтобы изменять структуру молекулы, изменять молекулу ДНК, как бы метить ее. Тем самым она оказывается отличающейся от других молекул ДНК. Ну, например, молекул ДНК, которые могут попасть в клетку с вирусами и еще как-то так вот. Ну, гидроксилирование это приделывание гидроксильной группы к молекуле белка. Уже тут как бы чего сказать. Мы чего только не видели здесь из разных этих самых вариантов. И естественно, что гидроксилирование тоже здесь присутствует. это вот кратенький обзор того, что здесь бывает. И я хочу вас предупредить, что когда вы будете мне сдавать и кому-то попадет вопрос, касающийся модификации белков, пожалуйста, не ограничивайтесь моей лекцией, а посмотрите литературу на тему о каком-нибудь хотя бы одном из путей модификации белков. И почитайте более подробно. Либо про фосфорилирование, либо про вытеквитинирование, что угодно, но только подготовьтесь пошире. Значит, вот здесь переведена табличка того, сколько мы знаем сегодня ферментов, которые производят вот эти модификации. И мы видим, что фосфорилирующих белков около 60 тысяч, огромное совершенно количество, оно идет с большим отрывом от всех остальных, следующие на порядок меньше, отстилирование, кликозилирование, все они уже 5-6 тысяч и дальше быстро спадает количеством. Тем не менее, цифры, которые вы здесь видите, даже самые маленькие, очень впечатляют. Речь идет о тысячах и о десятках тысячах модифицирующих белков. Это подтверждает моя мысль о том, что биологические системы невозможны без регуляции. Просто вот этот хаос в тысячах ферментативных реакций, которые бы происходили каждая сама по себе, никак независима одна от другой, он невозможен. В этих системах нужна регуляция. И вот белков, которые занимаются регуляцией, оказывается очень много. В эукариотических клетках вот такой бюрократический аппарат клетки, то есть белки, которые не делают полезные вещества, не синтезируют сахар, не синтезируют какие-то структурные белки, не вырабатывают энергию или участвуют в выработке энергии, а только занимаются управлением, их примерно половина. Даже, пожалуй, немножко больше половины. То есть это совершенно безумно раздутый бюрократический аппарат, но, по-видимому, он не безумно раздутый, в отличие от государственных чиновничьих структур. По-видимому, без такого гигантского аппарата управления клетка не может полноценно функционировать. И это вопросы, которыми мы будем очень много заниматься и отдельно разбирать, как и что регулируется, как и что устроено. А пока мы просто смотрим, с помощью каких инструментов на элементарном химическом уровне это делается. Ну, активаторы. После того, как я рассказал столько про разные типы модификации белков, про ингибиторы разного типа, совершенно понятно, что активаторы ничем особо от ингибиторов не отличаются, если говорить о действии на фермент где-то не в активном центре. Понятно, что в активном центре активировать нельзя. Если вы туда засунули что-нибудь, то это будет только мешать протеканию реакции, никакого ускорения быть не может. Но если вы где-то сбоку связываетесь то, что называлось неконкурентный ингибитор, он совершенно спокойно может оказаться активатором. Естественно, у него всегда кинетика будет неконкурентная, но при этом он может активировать эту реакцию очень сильно. Ну, и чаще всего механизм такой активации состоит в том, что молекула белка как бы сознательно искаженной формы, ее активный центр практически неактивен до тех пор, пока не свяжется вот этот небольшой легант, который и является мощным активатором. Только при его наличии фермент приобретает правильный активный центр и начинает быстро работать. Ну, в качестве примера такого регулятора я взял один небольшой белочек, который называется кальмодулим. Этот белок называется кальций связывающим белком. Вот здесь четыре черных шара, вы видите, это ионы кальция. Он их очень хорошо умеет связывать с очень высокой константой связывания. И эта молекула кальмодулина умеет связываться с очень многими белками. У очень многих белков есть сайт связывания кальмодулина. Для чего? Это универсальный кальциевый регулятор. Мы с вами увидим, что кальций является сигнальным или регуляторным ионом в очень многих реакциях и в очень многих процессах внутри клетки. И для того, чтобы действие кальция было очень избирательным и специфичным, сделана вот эта специальная молекула. Если просто кальций сам по себе связывается с каким-то белком и отвязывается, то, в общем, сделать так, чтобы там были очень большие константы связывания довольно трудно. Оказалось, что проще сделать молекулу высоко специфичную для связывания кальция, а потом уже ее связывать с другими белками, она большая и взаимодействие с ней можно устроить очень специфическим образом для очень разных белков. И вот это чаще всего кальмодулиновое управление сводится именно к активации белков, а не к ингибированию. Хотя есть примеры и обратные. Итак, мы с вами рассмотрели разные способы, с помощью которых можно менять активность фермента. Менять извне. Либо ингибировать этот фермент, либо активировать этот фермент, но при этом остался нерассмотрен нам еще один класс эффекторов, который меняет кинетику фермента, который вместо Михаэлесовской кинетики делает другую кинетику, какую-нибудь более сложную. И это принципиально реализуется по тем же самым механизмам, с помощью вот этого самого бокового управления. вот для надо было мне сказать об этом немножко раньше, что ингибиторы и активаторы, которые связываются не в активном центре, а в каком-то другом месте, называются аллостерическими регуляторами. А сайт, с которым они связываются, называется аллостерическим сайтом, либо ингибирующим, либо активирующим. Вот эта аллостерическая регуляция, то есть регуляция издалека, не там, где происходит процесс, она может использоваться и для модификации кинетики фермента. За счет того, что есть аллостерические взаимодействия, которые включаются, выключаются самим субстратом. Самое простое представить себе такую штуку, что в молекуле есть несколько субъединиц и связывание молекулы субстрата с одной субъединиц меняет конформацию этой субъединицы, а это в свою очередь меняет конформацию других субъединиц и это приводит к тому, что активность оставшихся субъединиц становится другой. Классический пример такой регуляции это гемоглобин. Это белок, который не производит ферментативную реакцию, белок, который связывает кислород, но его очень часто называют почетным ферментом, потому что исследования гемоглобина были первыми исследованиями белков, их механизмов работы и очень многие закономерности того, как работают ферменты были изучены на примере гемоглобина. Ну, давайте, поскольку нам дальше по курсу предстоит подробное знакомство с одной из клеток, которая в организме выполняет транспорт кислорода и в которой гемоглобин играет очень важную роль, мы подробненько рассмотрим, как устроена эта молекула, как она работает, и это даст нам пример того, как вообще природа может управлять кинетикой тех или иных ферментативных реакций. Итак, что из себя представляет эта молекула? Это четырехсубъединичный белок, вот здесь все четыре субъединицы очень похожи друг на друга, хотя они идентичны, здесь есть две альфа-субъединицы, две бета-субъединицы, но я на глаз не могу их отличить друг от друга, они очень похожи друг на друга. Здесь каждая субъединица покрашена цветом, четыре субъединицы, четыре цвета, и они образуют вот такую компактную молекулу. Эти субъединицы связаны друг с другом, все со всеми. Как можно связать четыре субъединицы или четыре шара все со всеми? Но в плоскости нельзя. У нас получится квадрат, в котором у каждого шара два соседа, а не три. А в пространстве можно, это тетраэдер. И вот молекула гемоглобина, это и есть тетраэдер. Это молекула, в которой все субъединицы, каждая субъединица взаимодействует с тремя другими. Все субъединицы равным образом связаны друг с другом. И в этой молекуле имеется модификация, о которой я не говорил специально, потому что вот на примере гемоглобина ее проще всего разобрать. Очень часто в ферментах в качестве активного центра используются специальные молекулы, не полипептидная последовательность, а специализированные химические молекулы, которые для этих целей лучше подходят. Вот в данном случае в гемоглобине так оно и устроено. Связывание кислорода с гемоглобином происходит не через белковую структуру молекулы, а связывание происходит с специальной группой, которая нарисована здесь красным. Эта группа, такая группа, группа, которая химически не аминокислотная последовательность, но встроена в белок в активный центр, называется простетической группой. Очень часто в качестве таких молекул выступают витамины. Очень многие витамины, которые мы знаем, являются как раз такими вставками в белки, которые помогают устраивать сложные активные центры. Вот такая вставка есть в гемоглобине и молекула это называется гем. И поэтому слово гемоглобин это комбинация двух слов гем и глобин. гем это вот эта простетическая химическая группа, мы посмотрим как она устроена, а глобин это пептидная цепочка, так устроенная, что она умеет хорошо связывать молекулы гема и получается гемоглобин. Таких цепочек здесь четыре, они все вместе образуют такую молекулу. Есть молекула очень похожая по структуре на одну субъединицу, молекула миоглобина. Она по сути дела очень похожа на одну субъединицу, но эти субъединицы не связываются в тетраэдер, как в случае гемоглобина, а существуют сами по себе. У них тоже такая же простетическая группа гем, и они тоже связывают кислород, у них немножко другая функция, мы об этом тоже будем говорить. Ну а пока идем дальше. Вот что из себя представляет гем. Эта молекула химически называется протопорфирин 9, и он умеет связывать железо. Вот протопорфирин 9, связавший железо, называется гемом. А железо он связывает, это вообще потрясающе красивая симметричная молекула, которая внутри этой кольцевой структуры имеет 4 азота, которые взаимодействуют с железом, и железо оказывается связанным в этой плоской молекуле. Молекула это очень плоская, если посмотреть на нее сбоку, то она будет совершенно плоским листочком. связи, которые образуются во всех этих кругах, везде, где вы видите пунктир, то есть вся центральная часть этой молекулы, это делокализованные электроны, то есть это ядро образует огромный центр, на котором делокализована масса электронов, при этом естественно эти электроны оказывается связаны не очень сильно, и поэтому они довольно легко возбуждаются. Эта молекула поглощает видимые длины волн. Обычные связи типа СС или СН поглощают в ультрафиолете, у них электроны гораздо более жестко связаны, и поэтому длины волн поглощения этих молекул это порядка 190-910 нанометров, а гемоглобин в силу наличия гема и вот этой вот сильно делокализованной структуры электронов поглощает видимые области. У него несколько полос поглощения есть в области синего света, он хорошо поглощает, длины волн 400-420 и довольно хорошо поглощает длину в области зеленой, красно-зеленой, это желтая область, свет с длиной волны 500-550 нанометров, он хорошо поглощает, и поэтому эта молекула, сильно поглощающая видимый свет, оказывается сильно окрашенной, свет, который она поглощает меньше всего, это остаток спектра, который мы имеем, это красный свет, и поэтому гемоглобин имеет интенсивно красный свет, и именно гемоглобин определяет свет нашей крови, и вот это вот специальная структура с делокализованными электронами, она нужна для того, чтобы связывать кислород, кислород связывается с железом, а спрашивается, а как так получается, что железо здесь уже связано четырьмя связями с атомами азота, а еще и может связывать кислород, ведь мы из школьного курса химии знаем, что железо двухвалентно, ну, или трехвалентно, окисленное железо трехвалентно, восстановленное двухвалентно, но откуда четыре связи, или даже пять, или даже на самом деле шесть, и это особенность железо, поскольку железо является элементом переходной группы, у него не полностью заполненная невалентная, а предыдущая электронная оболочка, и на ней не хватает шести электронов, и поэтому железо умеет образовывать координационные связи, я напоминаю вам курс химии простейший, по-моему, еще в школе координационные связи проходят, вот эти шесть электронов могут образовывать шесть координационных связей, которые согласно квантовой механике образуют структуру с углами в 90 градусов между связями, то есть это как раз х, y, z, прям координатная, трехмерная координатная структура, и вот в плоскости х, y, четыре связи координационные связываются с электронами азота и образуют вот эти вот, замыкают полностью эту электронную структуру координационную и участвуют в делокализации электронов, а помимо этого есть еще две связи, которые остались незадействованными и которые перпендикулярны этим четырем. Одна смотрит на нас, другая смотрит в противоположную сторону, перпендикулярно плоскости рисунка. и помимо этого железо продолжает сохранять свои валентные электроны, либо два, либо три, оно может быть либо окисленным, либо восстановленным, и эти валентные электроны добавок ко всему могут тоже что-то делать, участвовать в каких-то реакциях и каким-то образом влиять на происходящее. Но для транспорта кислорода используются только координационные связи. И вот эти две связи, которые остались свободными, пятая и шестая, они как раз и нужны для того, чтобы сделать из гемоглобина молекулу, транспортирующую кислород. Вот этот самый гем нарисован в вид сбоку. Это плоская молекула, в центре которой находится ион железа или атом железа, в зависимости от того, он окислен или восстановлен. И пятая координационная связь этой молекулы связана с аминокислотной последовательностью белка. Значит, 93-й гистидин, как здесь написано, тоже гистидин имеет на себе пятичленное колечко, в котором два азота. Вот один из азотов гистидина, так же, как четыре азота в плоскости парфиринового кольца, образует связь, координационную связь с железом. И железо оказывается закреплено пятью точками, пятью связями. А шестая связь, которая торчит в противоположную от гистидина сторону, она для кислорода. Вот эту шестую координационную связь может образовывать атом кислорода. На самом деле, молекула кислорода связывается одним из атомов кислорода, образуя шестую координационную связь. При этом мы видим, что происходят небольшие структурные изменения. Когда нет кислорода, одна из связей свободна, железо немножко вытянуто вниз, то есть гистидин тянет его немножко вниз, нарушая конформацию. Кислород нормализует это дело и вытягивает гистидин наверх. Помимо этих связей, есть еще естественно множество связей, которые удерживают молекулу гемов в молекуле белка, в глобине. Эти связи используют вот эти периферийные группы, самые разные, они все взаимодействуют с разными аминокислотами, поэтому молекула гемов, молекула гемоглобина сидит очень прочно. И все эти фокусы, связанные с железом, могут происходить независимо от этого, гем никуда не девается. Но вот эти движения, которые здесь происходят, небольшие изменения, которые приводят не только к связыванию кислорода, но еще и к небольшому движению гистидина, оказываются очень важными, мы о них несколько позже будем говорить. А пока мы видим, что вот есть такая очень специализированная молекула, которая способна связывать кислород, обратимо связывать, и этот кислород может связываться, может отвязываться, и вот оказывается, что кинетика связывания кислорода оказывается не Михаэлесовской, не такой, которая должна была бы быть. И почему? Потому что здесь эти субъединицы влияют друг на друг алластерическим образом. Сейчас мы разберем подробнее, как это происходит. Давайте сначала посмотрим, как вообще разберем простейшую кинетику этого процесса. Гемоглобин плюс О2 константа связывания, константа отсоединения дают нам комплекс гемоглобина 2. Если мы напишем соответствующее уравнение, как это мы делали с формулой Михаэлеса, я здесь не буду это делать, но у вас спрошу, попрошу это сделать на зачете или экзамене, то мы получаем формулу, которая говорит, что количество кислорода, связанного с гемоглобином или количество гемоглобина в форме, связанной с кислородом, оно пропорционально общему количеству гемоглобина или концентрации гемоглобина и концентрации кислорода в числителе, деленной на концентрацию кислорода в знаменателе, плюс некая константа отношения этих двух Констант КОН 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 К1 К2 Я глупость написал Я везде в формулах использовал обозначения КОН КОН А здесь они у меня превратились в К2 и К1 Виноват, извините, надо будет исправить К2 это КОН, а К1 это КОН Ну и кинетика этой реакции Ну, как вы видите эту формулу, это чистая гипербола Если посмотреть, как на самом деле происходит связывание кислорода с гемоглобином Вот здесь нарисована эта кривая То мы увидим, что она вовсе даже на гиперболу не похожа И такая кривая называется S-образной кривой И она идет как бы с разгоном Сначала она идет с небольшой скоростью А потом, ну или не скоростью, а слабой зависимостью Со слабым наклоном А потом производная сильно возрастает Ну и в конце концов неизбежно наступает насыщение Когда весь гемоглобин связан с кислородом Если провести гиперболу, которая соответствует начальным этапам связывания кислорода Вот она показана здесь точечным пунктиром То у нас связывание гемоглобина с кислородом очень плохое Вы видите, что кривая идет сильно-сильно ниже, чем реальная кривая А если сделать другую вещь, если взять гемоглобин и развалить его на субъединицы Или же почти то же самое взять миоглобин Который является, ну, очень похож на одну субъединицу этого белка То кинетика связывания тоже будет гиперболической Но гораздо более сильной Вот она здесь показана пунктиром То есть получается, что гемоглобин Вообще-то говоря, мог бы связывать кислород очень хорошо Как миоглобин С гиперболической зависимостью Но из-за того, что субъединицы этого белка связаны друг с другом Характеристики связывания у него изменены Он хуже связывает кислород, чем миоглобин И при этом он особенно плохо его связывает в самом начале А потом с ростом концентрации кислорода Его способность связывать кислород улучшается Зачем это нужно? Ну, давайте я немножко на этом остановлюсь Хотя в основном мы об этом будем говорить Тогда будем говорить про эритроциты Это нужно для того, чтобы обеспечить транспорт кислорода Ведь ситуация какая? Гемоглобин транспортирует кислород из легких в ткани пассивно То есть связывание кислорода с гемоглобином и отвязывание его происходит без затрат внешней энергии А просто по кинетическим константам И эти кинетические константы таковы, что при давлении кислорода примерно 100 тонн Это то давление, которое соответствует концентрации кислорода в воздухе И грубо говоря, можно считать, что такая же концентрация в легких Мы вдыхаем свежий воздух и получаем, что гемоглобин оказывается Вся наша кровь оказывается в контакте с кислородом при концентрации 100 тонн А когда кровь переходит в ткани, то часть кислорода съедается тканями и по дороге И концентрация кислорода в тканях уже оказывается меньше Она не нулевая, естественно При нулевой концентрации никто жить не может Но она довольно низкая, примерно в три раза меньше Примерно 30 тор И при этом мы видим, что если у нас успевает установиться равновесие Между концентрацией кислорода свободного и связанного А у нас такое равновесие успевает установиться за время циркуляции крови То у нас в легких гемоглобин весь будет насыщен кислородом Или практически весь А в тканях он будет продолжать оставаться насыщенным кислородом примерно на 70% И он отдаст 30% своего этого самого запаса Что немало Но тем не менее получается, что гемоглобин на две трети циркулирует в крови впустую Он не отдает свой кислород и поэтому его транспортная функция не реализуется Две трети гемоглобина таскается зазря В этом смысле вот эта вот точечная пунктирная кривая ничуть не хуже Потому что она бы, если бы гемоглобин имел такую зависимость То он бы при 100 тором связывал сколько-то кислорода Скажем, на 40% был бы связан Но в тканях он бы был связан на 20% Он бы принес примерно столько же кислорода, сколько приносит обычный гемоглобин В чем же смысл тогда? Зачем делать такую сложную кинетическую кривую Если мы никакого выигрыша не получаем Могли бы обойтись обычной гиперболической зависимости Тем более можно было бы связывание сделать чуть получше Она бы еще круче пошла и совсем было бы хорошо Но оказывается, что фокус в том, что такая зависимость гемоглобина От концентрации кислорода Она нужна нашему организму для экстренных ситуаций В покое давление кислорода примерно 30 тор Но когда начинается интенсивная работа Например, мы бежим или совершаем тяжелую физическую работу Или совершаем большую умственную работу У нас потребление кислорода может сильно возрасти А тогда концентрация кислорода, естественно, упадет И нам нужно было бы, чтобы при этом гемоглобин отдал как можно больше кислорода А вот это и есть та зона, где он лучше всего это делает Производная реальной кривой связи гемоглобина с кислородом Имеет наклон примерно в 4 раза, в 3 раза больше, чем гиперболическая Именно в этой зоне А при очень низких концентрациях кислорода Там уже почти ничего не работает Почти весь гемоглобин, весь кислород был отдан тканям Ну и понятно, что там полезно иметь вот такой небольшой крючочек До нуля все равно все должно дойти Итак, вот такая кинетика связывания гемоглобина с кислородом Физиологически очень выгодна Она дает большой выигрыш нашему организму В плане экстремальных нагрузок То есть это тот запас, который постоянно присутствует И мгновенно может быть использован Но как сделана эта кинетика? За счет чего? Ведь обычное связывание Те реакции, которые я перед этим показал Они не приводят к такой зависимости Они приводят к гиперболи В свое время, где-то в 30-е годы прошлого века Хил обратил внимание на эту задачу И сказал, кривая, которая получается Для связывания гемоглобина с кислородом Она похожа на гиперболическую Но только нужно поставить показатель Что это не О2 деленное на О2 плюс константу А это О2 в степени N Деленное на О2 в степени N плюс некоторую константу И он сделал аппроксимацию кривой Связывания гемоглобина с кислородом И получил коэффициент N порядка 2,4 И уравнение Хилла очень широко используется Потому что такая S-образная кривая Характерна не только для гемоглобина А многие ферментативные реакции Тоже описываются такой зависимостью И вообще как бы зависимость Вот эта вот Хилловская зависимость Она очень широко распространена Это называется положительной кооперативностью И N это показатель кооперативности Чем больше N, тем более круто идет эта кривая Тем больше кооперативность связывания Или реакции Да, это все хорошо Но только Но Хиллу может и простительно было Не знать ферментативную кинетику Но нам-то это никак не проходит Правда и Хиллу тоже уже нельзя было так обойтись Непонятно, как можно получить N дробное И вообще N больше единицы При таком взаимодействии И вот это и есть аластерический эффект Кооперативность реализуется за счет аластерического эффекта За счет того, что субъединицы влияют друг на друга Вот как это выглядит Вот связывается зелененький кислород В одной из субъединиц Эта субъединица меняет свою конформацию Не очень сильно Но при этом остальные три субъединицы тоже меняют свою конформацию И получается так, что в исходном состоянии, когда кислорода нет Ни на одной из субъединиц Все они немножко деформированы взаимодействием друг с другом И поэтому связывание кислорода происходит плохо То есть гемоглобин очень плохо связывает первую молекулу кислорода А вот после того, как первая молекула связалась в любой из четырех субъединиц Происходит конформационное изменение всех четырех субъединиц И они как бы ослабляют вот это вот деформирующее действие друг друга И тем самым становятся больше похожи на миоглобин И начинают лучше связывать И это приводит к тому, что кривая перестает быть гиперболической Давайте посмотрим, о какой она становится в этом случае Значит, если мы предположим То есть если мы рассмотрим связывание кислорода с гемоглобином То мы более детально рассмотрим То мы увидим, что неправильно писать формулу Гемоглобин плюс кислород равняется гемоглобину 2 Потому что тут 4 гема и 4 молекулы кислорода могут быть связаны И на самом деле настоящая кинетическая схема процесса выглядит вот так Есть 4 сайта связывания Это 4 индекса гемоглобина И связывание кислорода приводит к тому, что занимается только один из этих сайтов То есть только один из индексов меняется на единичку Обозначения, по-моему, все предельно понятны И схема оказывается намного более сложной Значит, 4 реакции приводят к тому, что первая молекула кислорода оказывается на гемоглобине Потом каждая из этих молекул может тремя способами связать еще одну молекулу кислорода Потом дальше каждая из оставшихся еще двумя способами И, в конце концов, вся эта схема, сначала сильно разветвляясь, потом опять начинает сходиться и приходит к одному состоянию, которое есть гемоглобин с 4 единичками А для такой схемы уже кинетика будет совсем другой И уравнения, которые мы напишем, будут иметь другой вид И вот вам предстоит... Это я просто покажу вам Значит, я не буду здесь выписывать уравнения, которые при этом получаются Сознательно это задачка, которая предстоит вам решать на контрольной или на зачете И только скажу, что результат оказывается таким, что кинетика связывания гемоглобина с кислородом описывается не хиловской зависимостью, но и тем более не гиперболической А зависимостью, у которой в числителе стоит полином четвертой степени по концентрации кислорода без свободного члена А в знаменателе стоит полный полином четвертой степени Ну и понятное дело, что если у вас зависимость в числителе и в знаменателе полиномы То аппроксимация этой кривой может быть и с показателем дробно То есть формула Михаэлеса это не строгая формула Это примерно аппроксимация реальной зависимости, которая имеет гораздо более сложный вид Но впрочем она в деталях отличается от хиловской зависимости, но очень на нее похожа Так, на этом мы первую лекцию заканчиваем У меня примерно 15 минут занимает конвертирование записи И поэтому 15 минут перерыв, через 15 минут мы вернемся к нашей лекции Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!